Тэг Я уже не жду Новый год как раньше в детстве, потому что я сейчас хозяйка, да, я должна очень много всего успеть и сделать к Новому году, поэтому новогодние праздники для меня отчасти какая-то катар. Иногда, если честно, мне просто хочется на эти праздники просто куда-то взять и свалить, и сложить в себя какой-то вот этот груз ответственности, который требуем от взрослого человека. Хочется, да, как в детстве ждать Нового года, ну хотя бы один год, но взрослая жизнь настала, как говорится, уже 8 лет замужем, а всё хочется вернуться. Второй вопрос. С чем у тебя ассоциируется Новый год? Новый год, как у каждого человека, да, который живёт в стране, в которой идёт снег на Новый год, у меня Новый год ассоциируется со снегом. Конечно, в Краснодарском крае нечасто встретишь снег на Новый год, обычно дождь, либо даже сухо бывало, даже что было где-то чуть ли не под 20 градусов 31 декабря, да, и такое бывает. Ну, хочется вот действительно снега ассоциировать Новый год со снегом, с мандаринами, конечно же, с различными гирляндами, фонариками, да, с различным праздничным освещением, конечно же, с ёлкой. Ну, туда же можно оливье, мишуру и все вот эти вот, да, атрибуты праздника. Но прежде всего, конечно же, была ли в твоей жизни волшебная новогодняя ночь, о которой ты будешь помнить всю жизнь? Знаете, была, ну, я не знаю, как волшебная, но она была очень необычная. Когда мы с мужем отмечали вдвоем, мы уже не знали, кто такое придумать, мы просто залезли в ванну, наставили свечи. Когда все нормальные люди слушали по телевизору, да, дядю Вову, мы с ним сидели, пили шампанское, кушали фрукты, бутербродики с икрой, а потом уже после 12 вышли из ванны и поели нормально. То есть мы не нахамечились салатов еще до наступления Нового года, но было прикольно, забавно. Рядом наша кошка сидела на ванне. Короче, даже не вдвоем, а так втроем Новый год встречали. Это было, да, несколько лет назад, ну, было очень прикольно. Кем бы ты хотел быть, если бы участвовала в новогоднем маскараде? Знаете, вот я сейчас задумалась, я задумалась и вспоминала, кем я была на утренниках. Вообще, мне очень нравились маскарадные костюмы и очень жаль, что сейчас дети так рано взрослеют и перестают наряжаться действительно какими-то персонажами, какими-то животными. Но это же прикольно, это интересно. А сейчас как-то, да, дети больше в каких-то модных нарядах приходят. А я вот хоть и большая, я бы, наверное, выбрала костюм или снежной королевы, или, может быть, какой-нибудь пират. Не знаю, вот это первое, что пришло на ум. Мне кажется, такие яркие, интересные образы. Писал ли ты в детстве письмо Деду Морозу? Знаете, я не могу припомнить такого. Наверное, не писала, может быть, и писала. Честное слово, я не помню. Надо было у мамы спросить. Рассказывала ли ты в детстве стихи Деду Морозу? Обязательно. Я всегда очень любила учить новогодние стихи, всегда с удовольствием рассказывала. Причем у меня было несколько утренников там в школе и у мамы на работе, когда была совсем маленькая папа на работе. Вообще, мне бы очень даже в удовольствие было читать стихи Деда Мороза. Любишь ли ты дарить и получать подарок? Да, я очень люблю и то, и другое. Мне очень интересно получать какие-то сюрпризы, в особенности сюрпризы, если это подарок, который получаю я. И очень нравится дарить подарки и смотреть на реакцию человека, которому я дарю. Почему-то, если я начинаю собирать кому-то подарок, то меня несет. Я хочу подарить почему-то как можно что-то более интересное, что-то, что больше, а не мало ли. Это всегда очень переживаю. Я очень люблю, да, наблюдать реакцию. Очень нравится, когда человек в восторге, когда человек доволен подарком. Ну и сама, конечно же, я просто обожаю получить подарочки. Хотела бы ты встретить Новый год в тропической стране? Скажу одно слово «нет». Почему? Потому что там нет снега. Вот и все. Есть ли в вашей семье новогодние традиции? Ну, я думаю, что отличных сильно традиций от тех, что есть в других семьях, конечно же, я не скажу. Это, конечно же, там, ну, елка, да, оливье обязательно, если это касается еды, там, мандарины, обязательно шампанское, много гирлянд. Есть такая интересная традиция, да, в нашей пока еще маленькой семье из двух человек. Эта традиция перекочевала от семьи мужа к нам, да, уже в нашу семью. Каждый год покупать новые елочные игрушки, которые еще не висели на нашей елке и, вешая их, загадывать желания. Честно, я бы не сказала, что все прям желания сбываются, но это мило, это интересно, это добавляет какого-то антуража, да, к новогоднему празднику, к обряду, да, так сказать, украшения елки. Вот поэтому я очень люблю покупать елочные игрушки. Где собираешься провести Новый год? Новый год я проведу дома. Очень люблю проводить Новый год именно дома, хотя, наверное, когда-нибудь хотелось бы провести новогоднюю ночь в каком-нибудь веселом заведении. Главное блюдо на новогоднем столе? Это по-любому оливье. Главное оно, потому что оно из года в год, просто как вымпел переходящее, неизменное, могут меняться вариации каких-то мясных блюд, какие-то еще другие салаты добавляться, но вот то, что будет стабильно всегда на моем столе оливье, это 100%. Кем собираешься отмечать? Ну, я честно скажу, вполне возможно, что Новый год я буду отмечать одна. Потому что мой муж как раз дежурит с 31 на 1 января, я могла бы, конечно, отправиться куда-то по родственникам, по друзьям, но почему-то очень боюсь квартиру оставлять. Ну, фобия просто у меня такая. Новый год обязательно по квартирам лезут дворы, да, к потерявшим вот бдительность и куда-то ушедшим хозяевам. Поэтому я останусь дома, конечно, буду рада, если ко мне кто-то приедет, а скорее всего ко мне приедет подруга, все-таки мне не будет, пил ли ты уже подарки близким. Нет, еще ни одного подарка. Обычно я, знаете, вот начинаю чухаться ближе к середине декабря. Бывает так, что я просто в конце декабря ношусь голопом и что-то ищу, потому что я очень долго и тщательно как-то, получается, так подбираю подарки. Мне нравится этот процесс, я начинаю долго думать, а потом получается так, что уже вот он, Новый год, там, завтра, послезавтра, да. Предпоследний вопрос. Планы на 2017 год? Ну, дело в том, что 2016 год как-то так сложилось. Мне кажется, почему-то, что у многих был он именно вот високосном, в полном смысле слова. То есть все какие-то несчастья какие-то, какие-то проблемы, вот все, что могло быть, у всех все случалось. Почему-то этот год был каким-то мега грустным, почему-то этот год был каким-то мега тяжелым, в плане вообще всего чего угодно. И я просто надеюсь, что 2017 год он будет лучше. Я действительно жду Новый год, почему-то, как никогда в жизни, потому что мне кажется, что вот закончится 2016 как-то, может быть, у всех дела наладятся. И мы получим то, что нам больше всего хочется. Ну, конечно же, на каждый Новый год мы возлагаем такие надежды, но вот именно хочется, чтобы этот год побыстрее закончился. И огромная большая надежда, что следующий год будет получше. И мои планы, ну, достаточно грандиозные. Конечно, я не хочу всего такого сокровенного озвучивать, да, на широкую аудиторию. Но насчет канала могу сказать, что я не собираюсь останавливаться. Я обязательно буду снимать больше, чаще, потому что мне это безумно нравится. Кстати, возможно, даже на моем канале добавятся какие-то новые темы, возможно, какие-то новые рубрики. И хотелось бы верить, что не только эти творческие планы будут притворяться в жизнь, но еще мало кто знает, наверное, я занимаюсь рукоделием. Мне очень хочется начать как-то зарабатывать своим этим хобби. Очень много различных видов прикладного творчества. Я постепенно постигаю, много чего делаю своими руками. Мне это очень нравится, я, бывает, участвую в ярмарках. И вот как-то вот в эту степень хочется в следующем году пойти так активно. И, возможно, даже на канале появятся какие-то мастер-классы. Точнее, они у меня и есть, но в маленьком количестве. Возможно, их еще добавлю, а может быть, у меня будет какой-то отдельный DIY-канал. Ну и надеюсь, что и у вас тоже будет в следующем году все хорошо, и все ваши планы притворятся в жизнь. Это пока еще не поздравления. Поздравления будут еще целый месяц впереди, да. Этот интересный, замечательный тег я хочу передать девчонкам, которых я смотрю и люблю с самого начала своей деятельности на ютубе. Это Иринка Мискик. Это Таша Наташа. И это Лена Исаева. Вот, девчонки, буду очень рада услышать ваши ответы на вопросы. И вообще, все, кто хочет, все, кому понравился этот тег, все вопросы будут внизу, чтобы вы не искали, не рылись по интернету. А я вас приглашаю к себе в Инстаграм. Буду очень рада подписчикам. Также передаю тег всем, кому он понравился. Знаете, это такой замечательный способ окунуться в детство, в какие-то воспоминания, в какие-то мечты погрузиться, да. Порефлексировать, подумать, чего ты хочешь в Новом году, что для тебя значит этот праздник. Возможно, даже он заставит заранее задуматься, чтобы приготовить Новый год или что подарить близким. Если вам понравилось это видео, не пожалейте пальчиков вверх. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всегда всем отвечаю.